Что мои дети где-то там катаются, там где-то там у них машины, да, моя семья обеспечена, да, у них машины есть, деньги есть, да, все есть, да, вот, а у вас ни хрена ничего нету, да. Я тебе объясню, как это звучит для вот этих вот людей, отправленных тобой в Украину погибать, вот, посмотри, это все, что ты говоришь, ты говоришь им. Им, да, ты говоришь, я обеспеченный человек, моя семья, мои дети, они тоже обеспеченные люди, у нас есть деньги, ты не уточняешь, откуда они у тебя, ты вроде госслужащий, не бизнесмен, ну да ладно, вот давай примем это, ты говоришь, я обеспеченный человек, а у вас ни хрена нет, ты говоришь, это цитата твоей слова, а у вас, да, нет ни хрена, вы сидите там в этих окопах, на этих своих позициях, да, вы воюете и погибаете, ну и что, такова, значит, такова судьба, говоришь ты им, потому что я, был избран Путиным, это я продался ему, это мой отец предал наше государство. Брат, если будет такая возможность, расскажи про Арби Бараева, думаю, молодежь, да и не только должны знать эту личность, Аллах Рейс Хаим Хуман. Иншаллах, иншаллах, у меня есть вообще в планах такая тема, рассказывать про наших героев, мы будем это, иншаллах, делать. Мы всегда что-то новое ищем, так не получилось, по-другому посмотрим, но своего мы добьемся, Абу-Идрис Шамалов. Никаких тормозов не будет, иншаллах, Абу-Идрис Шамалов, это он цитаты Басаева приводит. Муаммед Басаев, будет у тебя много денег, что бы ты сделал? Сложный вопрос, Муаммед Басаев, ты меня застал врасплох, потому что нет у меня ничего подобного, каких-то там проектов, которые стоят из-за того, что у меня нет денег, но такого нет, поэтому не знаю. Я бы, если у меня было много денег, я бы, конечно же, постарался бы их использовать, используя их для дела, но вот, чтобы ответить тебе на этот вопрос, сказать, вот я бы купил там что-то такое, или я поехал бы туда-то для того-то, а я сейчас не могу. Потому что нет много денег, понимаешь, и мыслить об этом не приходится, потому что нет, вот если бы они были, то у меня уже появились бы какие-то мысли, так, что делать, как использовать, а, к сожалению, пока не приходится об этом думать. Ну, это точно не покупка какой-то дорогой вещи, там, или, конечно, нет, я бы постарался бы использовать это именно так, использовать это так, чтобы за это получить вознаграждение в судный день. Вечер добрый, многое время жил в чеченской семье, благодарю их за гостеприимство, жаль народ Чечни под гнетом нынешнего правительства. Очень приятно. Муаммад Басаев, ас-саляму алейкум, араммад Алах, спроси у них, в чем они упрекали детей наших президентов. Алейкум ас-саляму алейкум алейкум алейкум, я понимаю, о чем он говорит, он имеет в виду, они очень сильно ругали и продолжают ругать Анзора Масхадова, сына Аслана Масхадова, за то, что он во время войны оказался не в Чечне. И они всячески там постоянно не упускают возможности как-то укольнуть на эту тему. Вот, мол, почему тебя не было рядом с отцом. Постоянно говорили, упрекали этим Масхадова, нашего президента, что, мол, почему твои дети там не рядом с тобой. Хотя им было недостаточно того, что сам Масхадов находился на нашей войне, в нашем лесу, в лесах. Все эти трудности войны переживал, но они, тем не менее, пытались его этим тем самым уколоть. И вот сейчас очень правильно вопрос задает Муаммад Басаев, где, говорит, твои дети, Кадыров, где твои дети, где дети ваших министров, ваших чиновников, Даудов, твои дети, где дети Дилимханова, кто у вас там еще, где ваши дети, где вы сами, самые интересные. Масхадов сам был непосредственно на передовой, был вот в блиндажах, в окопах, из окружений выходил, заходил, и в конечном итоге был убит врагом, стал шахидом, иншаллах. Ну, я сейчас в детали не вхожу, то есть, кто именно его убил, понятно, что смерть была, наступила в результате того, что он был окружен, и его убили бы враги. А вот вы сами в данный момент не находитесь на передовой, сами вы не воюете, и дети ваши тоже не воюют. И вот это вот серьезная противоречия тому, чем вы пытались упрекать Масхадова, вам бы либо самим оказаться на этой передовой, возглавить эту священную войну, как вы ее называете, либо отправьте туда своих детей хотя бы, чтобы они вас там представляли. В прошлом моем эфире я говорил про то, что пока Кадыров отправляет, пытается отправить в Украину малоимущих, и никак ему это не удается, он теперь пытается их лишить там всевозможных льгот, выплат, всего, что возможно, главное, чтобы они поехали воевать в Украину. В то самое время, когда его дети, его племянники, ближайшие родственники классно проводят время в Дубае, в Чечне, никак себя не напрягают. Их товарищи, которых Кадыров отправляет воевать в Украину, они там погибают, они все эти трудности переживают, своих раненых где-то тащат, хоронят там своих боевых товарищей, в том числе и не только чеченцев, ведь эти федералы, эти тувинцы, калмыки, буряты, все они же там боевые товарищи, они все вместе находятся на передовой, на поле боя. И вот пока они хоронят там своих товарищей, здесь эти рассекают на дорогих машинах по Дубаю, кушают в хороших ресторанах. И вот Кадыров, значит, Кадырову очень не понравилось, что мы ему на это указали, и он прокомментировал эти... Ну, это не только мои слова, это как бы многие задавали этот вопрос Кадырову, Многие блогеры, общественные деятели акцентировали на это внимание, что пока он пытается малоимущих отправить на передовую, его собственные дети, его племянники, родственники готовятся встречать певца Джонни в Чечне, Кадыров уже обещает, что он со всей семьей пойдет на этот концерт, его дети, племянники где-то там в хороших ресторанах, в общем, проводят время в свое удовольствие. И это как бы, ну, очень серьезная противоречие, когда у тебя идет военная спецоперация, вот ты не называешь это войной, когда ты объявляешь, что это вообще обязанность теперь каждого мусульманина чуть ли там, что главные дьяволы сегодня это украинцы, их нужно уничтожать, когда вот такие вещи там даже с точки зрения религии, муфтий там как-то пытаются обосновать. В это же самое время, когда ты туда не торопишься ехать, твои родственники туда не едут, и более того, ты еще как бы удовольствием у себя проводишь время, это как-то, ну, не совсем, наверное, правильно. И, значит, Кадыров нам на это ответил, ну, и вот, собственно, что он ответил. С чем я занимаюсь, знает все, и вам, стукачам, говорит, что мои дети где-то там катаются, где-то там у них машины, да, моя семья обеспечена, у них машины есть, деньги есть, все есть, вот, а у вас ни хрена ничего нету дома, потому что вы всю жизнь, да, будете с завистью жить и умереть, да, с чем я занимаюсь, знаю, это все, говорит Кадыров, ну, с чем ты занимаешься, действительно, мы все хорошо знаем, Кадыров, то, что эти машины, на которые ты решил акцентировать внимание, что у тебя есть, ты человек обеспеченный, твои дети обеспечены, я тебе объясню, как это звучит для вот этих вот людей, отправленных тобой в Украину погибать, вот, посмотри, это все, что ты говоришь, ты говоришь им, ты говоришь им, да, я вас отправил в Украину воевать, чтобы вы там, значит, вели вот эту вот священную с моей точки зрения и с точки зрения моего муфти войну, чтобы вы там погибали за русский мир, я вас туда отправил, сам я при этом кайф провожу время, вот сейчас моя дочь организует концерт, министр культуры, она организует концерт известного певца по имени Джонни, и я вместе со всей своей семьей намерен сходить на этот концерт, провести там классное время, да, именно в то самое время, когда вы сидите там в окопах, к вам прилетают хаймарсы, снаряды, там всякие системы взалпового огня, вы гибнете, теряете конечности, все вот эти трудности на себе переживаете, в это время я буду, да, стоять на концерте и подпевать под какой-то известный хит этого певца. Да, ты говоришь, я обеспеченный человек, моя семья, мои дети, они тоже обеспеченные люди, у нас есть деньги, ты не уточняешь, откуда они у тебя, ты вроде госслужащий, не бизнесмен, ну да ладно, вот давай примем это, ты говоришь, я обеспеченный человек, а у вас нихрена нет, ты говоришь, это цитата твоей слова, а у вас, да, нет нихрена, вы сидите там в этих окопах, на этих своих позициях, да, вы воюете и погибаете, ну и что, такова, значит, такова судьба, говоришь ты им, потому что я был избран Путиным, это я продал ему, продался ему, это мой отец предал наше государство, это он продался ему, я как бы, ну, наследство достался Путину от моего отца, поэтому вот такая вот ситуация, ты говоришь этим людям, ты не мне это говоришь, должен это понимать, ты не мне, не каким-то там европейским ногчей, как-то отсюда следящим за ситуацией, там, критикующим тебя, ты не нам это говоришь, ты говоришь это вот тем, тем чеченцам, которых ты отправил в Украину воевать, ты это говоришь вот этим малоимущим, которых ты, из-за того, что они не хотят ехать туда умирать, пока ты будешь на концерте Джонни, может быть, со включенным фонариком от телефона, будешь ему, значит, махать, подпевать под его песни, пока ты будешь этим заниматься, в удовольствие проводить время, они не хотят в это самое время гибнуть в Украине, поэтому они, ну, не пошли добровольцами в этот твой батальон Ахмат, тебя это разозлило, ты приказал лишить их там всевозможных благотворительных каких-то подарков, там акций, денег, всевозможных льгот, в надежде, что теперь они, значит, вынуждены будут за неимением какого-либо дохода выйти на работу, ты обязал их теперь выплачивать коммунальные услуги, и все это ты делаешь для того, чтобы они поехали туда воевать, но вот ты им это говоришь, ты им говоришь, да, у вас нет ни хрена, ты им говоришь, а у меня есть все, потому что мне Путин дает, потому что у меня есть возможность грабить вас, всех вас малоимущих, благодаря тому, что вы малоимущие, я сегодня многоимущий, мои дети тоже сегодня многоимущие, имея это в виду, ты это не мне сказал, я и так это все как бы знал, понимал, мне вот это вот раскрывать, там, объяснять это не нужно было, я сам могу это кому угодно объяснить, но вот этим людям, многим из них, наверняка это нужно было объяснить, и наверняка они бы стали бы спорить, если бы я им пришел и начал это рассказывать, что вашему падишаху на вас плевать, ваш падишах отправил вас туда воевать, но своих детей он туда почему-то не отправил, своего племянника, уже взрослого, дылду, он туда не отправил, который играет на гитаре, что-то там, не на гитаре надо играть ему на племяннику, а надо взять в руки муху, РПГ, автомат Калашникова, надеть на себя не брендовую одежду, а военную форму российскую, то от Юдашкина, и отправиться в окопы на Донбасс, в Запорожье, в Херсонскую область, туда отправляй его, на позиции в Украине, на оккупированной территории, под Харьков куда-нибудь, туда отправляй своего племянника, отправляй других своих родственников, двоюродных там, двоих племянников, те, которые уже являются совершеннолетними, которые являются военнообязанными, почему не они, почему не они должны ехать воевать в Украину, а малоимущие? Поменяй их местами, а вместо них, малоимущим, наоборот, дай возможности, если кто-то хочет, на концерт, может, из них сходит на концерт, кто-то, может быть, захочет в ресторан сходить, наоборот, поменяй их местами, Ты покажи им хороший, правильный пример. Ты и твой муфтий поедьте, вот вы же говорите там священная война, возьмите своих детей, все вот министры, детей этих министров и покажите правильный пример. Вот тогда, может быть, ваши слова будут хотя бы иметь под собой какую-то искренность. А так все то, что вы говорите, делаете, это настолько противоречиво. И, кстати, больше вообще не вздумайте даже как-то там в сторону Масхадова что-то говорить. Сегодня вот был момент, когда вы должны были показать, вы всегда козыряли тем, что Масхадов, там его дети были за границей. Масхадов, по крайней мере, сам был на джигаде и возглавлял этот джигад. А где находитесь вы? Вы говорите, что джигад сейчас в Украине, но вы сами почему-то не в Украине. И ваши дети тоже не в Украине. Давайте, отправляйтесь, покажите нам пример этого самопожертвования. Джанго, Рамзан, какой же ты долбоящер. Все деньги мира и наркота это не исправят. И такая же беда у всех отпрысков Ахмата. Ни чести, ни совести, ни ума, ни мудрости, ни смелости у вас нихрена нету. Сосунки вы. Сергей Кант, Афанасий. Сын Сергея Афанасия. Русская боссовица гласит, предавший раз, предаст еще раз. Не хочу идти на войну с кадыровцами. Полностью тебя поддерживаю, Сергей, сын Афанасия. Точнее, Афанасий, сын Сергея. Субтитры создавал DimaTorzok